всем привет в этом видео расскажу о подкормке какую правильную подкормку делать весной подкормка рассады смотрите все видеть чтобы не пропустить секреты лучшей подкормки не забывайте подписываться ставить лайки также оставляйте свои комментарии под видео для того чтобы рассада помидор перца баклажан других растений получил все необходимые для роста и мощные корневое сегодня покажу подкормку двух видов которые вы должны тоже сделать оставили у меня комментарии зачем нам этой биологии она нам не нужна так все знаем очень хорошо если вы все знаете вас растет все прекрасно поэтому я все-таки решил еще раз затронуть этот вопрос о бактериях и о пользе их не торопиться подкармливать увидев одну подкормку потом вторую третью и быстрее бросаться подкармливать рассаду вашу нанося ей вред они пользу поэтому я хочу объяснить своим подписчикам как правильно ухаживать подкармливать не наносить вред рассаде как обрабатывать и поняв вот это в дальнейшем получить вам хороший урожай томатов и перцев ваших растений сегодня покажу два вида бюджетные подкормки которые вы обязательно должны сделать для себя для своей рассады первое будем делать для развития полезных бактерий в почве и грибов и для улучшения корневой и второе подкормка для питания и роста рассады дальнейшем подкормка для цветения и урожайность тоже покажу итак подкормка подкормка рассады для чего нужны вот бактерии для растений бактерии первыми начинает разлагать остатки в почве они приносят пользу растениям увеличивая доступность питательных веществ поэтому эти организмы является основным разлагающим органического вещества они делают и другие вещи такие как обеспечивают азот путем фиксации подавление от болезнетворных организмов и производства продуктов которые могут стимулировать рост растений было показано что микроизные ассоциации стимулируют на свободу свободно живущей азотофиксирующие бактерии азотобактер который в свою очередь также производит химические вещества стимулирующие рост растений грибы это другой тип почвами организма почвенного микроорганизма дрожжи это гриб использует дрожжи сами все знаете используется и при выпечке и производстве алкоголя другие грибы производят антибиотиков микроизные грибы вот для почвы они помогают растениям поглощать воду и питательные вещества улучшает фиксацию азота и помогает формировать стабилизировать почвенную структуру растениям как и нам нужен свет вода широкий ассортимент питательных веществ чтобы расти здоровыми сильными и с хорошим иммунитетом не болеть грибы также вот инициирует разложение свежих органических остатков они помогают добиться успеха размягчая органический мусор обеспечивает присоединение других организмов в процесс к процессу разложения многих растений развивается вот полезные отношения с грибами которые усиливают контакт корней с почвы другими словами гифы это микроизные грибы влащают воду и питательные вещества которые затем могут питать растений подробно бактерии читайте ссылка будет внизу под видео все должно для растений быть в миру перекармливать вы только нанесете вред рассаде поэтому не надо все сразу добавлять усилитель роста удобрений прочие подкормки подробнее что нужно растениями чему грозит избыток тоже ссылка будет под видео итак первые подкорм красоты сделаем закваску бактерии свои полезные дочь быстро заказку можно сделать вот из домашнего хлеба замочив его в воде и потом ею подкармливать сегодня покажу как сделать полезные бактерии из муки муки очень большое содержание тоже минеральных веществ витамины микроэлементы на 100 грамм там кальций есть кремний калий натрий серым магний фосфор хлор поэтому для бы там таблицу смотрите для приготовления вот возьмем банку какая у вас есть в наличии пол-литровые и литровые потом заменим ее уже на нужный объем у вашей рассады нее насыпаем ложку столовой муки и заливаем теплой водой полтора-две столовых ложки воды размешиваем стараясь чтобы не было комков закрываем ее полотенцем или марлей с ватой бумажным полотенцем тут сделал это для того чтобы доступ воздуха был для того чтобы был доступ воздуха и не попадали мухи дрозофили это такие мелкие мушки которые откладывают свои яйца начинающих забражающих продуктов если вот они отложат яйца процесс правильного брожения прекратится наверное замечали когда вот когда лежит какой-то фрукт арбуза яблоки поели оставили там вузды не поели остатках появляется не пойми откуда летать лично поэтому обязательно накрываем банку и убираем ее в теплое место я на холодильник ставлю и каждый день добавляем ложку муки и воды и перемешиваем и так в течение недели 6-7 дней от вашей заказки будет уже появится не кислый запах а появится приятных запах наподобие запаха компота значит это вы все правильно сделали не закваска уже вот готова в нее добавляем ложку сахара наполняем банку водой и оставляем на ночь чтобы бактерии начали активно размножаться потом вот по одной ложке уже подкармливаем каждую рассаду предварительно пролив конечно и бактерии они во влажную почву все-таки развивается первую подкормку делаем не раньше через через неделю после пикировки чтобы корешки окрепли и зарубцевались ранки после пересадки в этой первой подкормки вы поможете рассаде получить нужных полезных бактерий какие удобрения вот нужно уносить в почву для их вот хорошего роста это азот фосфор калий углерод водород кислород эти питательные вещества растениями используют вот больших количествах растений компоненты нужны для роста листьев корней цветов плодов если растение сильное ему все хватает но меньше болеет и отлично растет там вместе там идет магний кальций сера их надо меньше но они также нужны для здорового роста растения и на третьем там это элементы это бор цинк железо марганец хлор медь молебден никель кобальт их надо в меньших пропорциях но тоже обязательно должны они присутствуют азотные удобрения они дают рост растений фосфорные они усиливают корневую часть цвет и клады и помогают усваивать минералы калийные удобрения это калий не регулируют отток воды в клетках растений и помогают быть устойчивым к болезням необходим для цветения не хваткой калия замедляется рост растений и стебли слабые вот в древесной золе много калия зола это отличное удобрение она снижает и кислотность почвы помогает почвным микроорганизмом интенсивнее разлагать органическое вещество и перевращать доступные для растений соединения улучшает качество кислой почвы помогает почвам микроорганизма как раз быстрее разлагать органику превращаю доступные растения элементы способствует ускорение рассады помогают эффективно бороться со многим вредительным заболеваниям Между питательными веществами существует множество взаимосвязей Следующий пример подтверждает тот факт, что ни один элемент не является главным Они неразрывно связаны между собой Катаинный кварцет, катаинный кальций, магний, калий и натрий Они являются яркими примерами этих взаимосвязей Как парадуктивных, так и разрушительных Например, чрезмерное превышение может вызвать дефицит магния В то время как избыток калия также может снизить уровень магния Высокое содержание калия может заменить кальций на растение, создавая множество проблем А избыток натрия может заменить калий, создавая еще один комплекс проблем Подробнее читайте на сайте, ссылка под видео И так далее, делаем вторую подкормку из древесной золы Берем трехлитровую банку Я беру воду из стола снега Таивается на теплость, она из комнатной Благо ее сейчас, особенно в этом году, очень много выпало снега В банку добавляю три столовых ложки просеянной золы Размешиваю Крупные фракции все осядут на дно Ставим банку на сутки И раза два-три в течение дня перемешиваем Чтобы вода как можно больше впитала И вот этой водой уже проливать надо рассаду томатов, перцев, губцов Вашу уже рассаду проливаем Проливаем вашу всю рассаду Я переливаю воду в бутылку с трубочкой Три литра хватает мне на всю мою утросаду подкормить Ну на сегодня пока все Не буду сильно загружать вас Не забываем ставить лайки Подписывайтесь, кто не подписался Чтобы смотреть дальнейшие мои подробные видео До новых встреч, всем пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok